Всем привет ребята, меня зовут Богатий Иши Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поделиться с тобой настоящей причиной роста биткоина до 21 тысячи долларов. И я докажу тебе, что это простая манипуляция. Для этого я использую как технические, так и фундаментальные анчейн графики. Это будет вся информация, которая тебе нужна как криптоинвестору. Ну а если ты найдешь что-то полезное и интересное в этом видео, не забудь поставить лайк. На некоторых последних видео мы набрали от 4 до 6 тысяч лайков. И это просто огромное количество, которое заводит меня как создателя контента. Большое спасибо за такую большую поддержку. Итак, начнем с самой большой причины. Биткоин пробил 21 тысячу долларов на фоне ликвидации шорт позиций на 725 миллионов долларов. Большинство других каналов тебе об этом не расскажут. Да, частично этот рост обязан естественному давлению покупателей. Ведь, как мы помним, майнеры, например, впервые за долгое время не продавали весь свой биткоин, а старались его накапливать. Но большая часть этого пампа стала результатом большой манипуляции. Трейдеры, которые ставили на понижение цены, получили целый каскад ликвидаций. Каждая эта огромная зеленая свеча – это ликвидация, 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 ликвидация. Каскадная серия ликвидаций шортистов. А это 133 тысячи 665 трейдеров. Почти 135 тысяч человек ставили на то, что цена упадет. А цена выросла. И топливом для этого стала серия ликвидаций. Почти 135 тысяч позиций. Наибольшая шортовая позиция была ликвидирована на бирже Хуоби. При этом ликвидировала не только биткоин трейдеров, но и альткоин трейдеров. Больше всего среди альткоинов шортистов ликвидировала в Эфириуме, Солане, Догекоине, Аптосе и Лайткоине. Благодаря тому, что шортистов выносила из их позиций, цена просто взлетела по их головам до 21 тысячи долларов. Это и есть огромнейшая манипуляция – ликвидация шортистов. Это и есть топливо для этого роста. Люди после длительного периода застоя стали забывать, как быстро умеет двигаться биткоин. Но почему это случилось именно сейчас, после стольких месяцев падения и застоя? Что ж, объяснение на этом графике. Давай посмотрим на эту метрику, которая только что достигла исторического пика. Более 66% от общего предложения биткоина не двигалось в течение одного года и больше. Это самый настоящий рекорд. И это значит, что с каждым месяцем падения или стояния биткоина на месте, его доступное предложение становилось все меньше, а сам биткоин становился все дефицитнее. Соответственно, чем дольше продолжается медвежий рынок биткоина и чем больше монет остается вне бирж на холодных кошельках на долгосрочном хранении, тем легче цене вырасти, как только появится спрос. Потому что биткоина становится все меньше. Почему это важно? Неликвидными рынками намного проще манипулировать. Неизвестно, устойчиво ли это ралли, но будь осторожен, впереди еще множество ликвидаций кредитных позиций. По крайней мере, если судить по публичной анчейн-метрике. Кстати, о ликвидных и неликвидных рынках, а также о способах их манипулирования можно прочитать в книге «Когда деньги умирают», если будет интересно. Но неликвидный рынок не означает обязательный взрыв цены биткоина. Но он значит, что если биткоин будет двигаться, движение будет взрывным. Причем в любую сторону. В сторону роста или в сторону падения. Просто неликвидный рынок легче подвергнуть манипуляции. Давай разберем некоторую анчейн-метрику для биткоина, чтобы понять, насколько устойчиво это ралли. А если тебе интересно криптовалюта и биткоин, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь я практически каждый день говорю о биткоине, так что ты точно будешь в курсе всех событий. Итак, биткоин торгуется выше своей базовой стоимости или реализованной цены впервые за несколько месяцев, пишет Уилл Клименте. Другими словами, в совокупности рынок больше не тонет. Что же это значит? Давай посмотрим на этот график. На диаграмме черный график – это капитализация биткоина. Оранжевый – это метрика MVRV Z-Score. Синяя линия на графике – это реализованная капитализация биткоина. В совокупности эта метрика показывает нам, насколько биткоин переоценен или недооценен на данный момент. Давай разберемся подробнее, что все это значит. Итак, MVRV определяет периоды, в которых биткоин либо экстремально переоценен, либо экстремально недооценен по отношению к своей справедливой цене. Рассчитывается он как соотношение рыночной капитализации к реализованной. Рыночная капитализация – это актуальная цена биткоина, умноженная на количество монет биткоина в обращении. Это всем известно. Реализованная капитализация – это рыночная капитализация, которая учитывает цену каждой монеты биткоина на момент ее последнего перемещения в сети биткоина. Как по мне, это намного более точный индикатор, чем обычная рыночная капитализация. Еще раз, реализованная капитализация учитывает цену каждой монеты биткоина в обращении на момент последнего ее перемещения в сети. Затем эти цены складываются в среднее арифметическое и умножаются на общее количество монет в обращении. Так мы получаем реализованную капитализацию биткоина. Таким образом, реализованная капитализация точно указывает на краткосрочные настроения инвесторов, а также используется как более точная метрика, оценивающая капитализацию на длинной дистанции. И наконец, что же такое Z-score на этом графике? Это оранжевый график. Z-score – это математическая концепция, которая в итоге определяет экстремальность отклонения между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией. И соответственно, на основе этого отклонения и оценивает рынок на перекупленность или перепроданность. Как это влияет на тебя, как на инвестора биткоина? Итак, когда этот оранжевый индикатор стрелял вверх, биткоин достигал своих пиков. Просто сравни эти графики, ты это заметишь легко. На медвежьих же рынках биткоин падал и достигал дна, когда эта оранжевая метрика достигала своих нижних значений. Это было в 2012 году, это было в 2013 году, в 2015, в 2017 и, наконец, в 2021 году. Дно биткоина же находилось на графике тогда, когда эта метрика опускалась в этот зеленый диапазон. Например, вот здесь, в 2011 году цена биткоина достигла дна, а этот индикатор опустился в этот зеленый диапазон. То же самое мы наблюдали и вот здесь, в 2015 году, и, наконец, вот здесь, в 2018, и вот здесь, в 2020. Последний раз, когда мы наблюдаем это, это в 2022 году, вот здесь. Также мы видим, что лучшими точками для покупки биткоина исторически были моменты, когда рыночная капитализация биткоина падала ниже реализованной. Реализованная капитализация здесь обозначена синим графиком. Всего таких моментов было 4. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Пятый такой момент случился как раз таки в 2022 году. Однако, прямо сейчас мы видим, что цена биткоина впервые за долгое время поднялась выше реализованной цены. Другими словами, рынок больше не тонет на данный момент. Как мы знаем, рынки цикличны. Достигли ли мы капитуляции вот этой фазы вот здесь? Либо же мы находимся в состоянии злости или депрессии, возможно, неверия? Что ж, если наложить цену биткоина на этот цикл рынка, то похоже, что мы находимся прямо вот здесь. После стадии злости, когда наблюдается какой-то отскок рынка вот здесь. И мы действительно наблюдаем отскок рынка прямо сейчас. Слушай, ну, прямо очень похоже. Интересно, что ты думаешь по этому поводу? На каком этапе рынка мы находимся? Напиши в комментариях. Мы не можем точно предсказывать, будут ли эти циклы повторяться. Ведь этот цикл уже не такой, как раньше. Биткоин знал только время, когда ФРС США печатала деньги, как сумасшедшая. Биткоин знал только количественное смягчение. Сегодня же у нас количественное ужесточение. Время, когда ФРС США убирает деньги из системы. Впервые в истории биткоина. Но что мы точно можем предсказать в ближайшие годы, это уровень эмиссии биткоина. Так мы уже приближаемся к новому халвингу биткоина, который будет ориентировочно в мае 2024. И как ты видишь, в прошлой халвинге дно биткоина достигалось приблизительно тогда, когда цикл очередного халвинга заканчивался на 66%. Но это не значит, что и на этот раз будет так же. Однако сам халвинг обязательно повлияет на цену биткоина. Так как биткоин станет в два раза более редким. Вознаграждение за найденный блок будет сокращено вдвое. Так что в 2024 биткоин станет в два раза более ценным, как дефицитный товар. Цена должна будет последовать за этим его фундаменталом. На долгосрочной дистанции в 5-6 лет я уверен в биткоине, особенно после его нового халвинга. На этом все, меня зовут богатейший Ди. Надеюсь видео было интересным. Если это так, не забудь поставить лайк. Также подписывайся на канал, здесь мы каждый день говорим о самых главных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok